Такое отношение, я бы сказал, беспечное, как минимум, не буду употреблять крепких выражений, к вопросам безопасности, оно не радует. Привет! Вот эти слова Владимира Путина можно считать самым ценным и, наверное, единственным советом для Владимира Зеленского на будущих переговорах между Украиной и Россией, если они когда-то состоятся. Потому что можно сколько угодно говорить, что мы хотим мира, мы хотим мира, однако если твой противник хочет величия и признания своего веса на этой планете, вряд ли можно рассчитывать, что слабому может удастся достигнуть этого мира и сохранить себя. Пресс-марафон президента Украины, кому-то он понравился, кому-то нет. В любом случае, сам формат интересен, а вот ответы я лично не удовлетворен, особенно в части вопросов безопасности. Потому что, мне кажется, вот эти вот подходы, которые сейчас в нашей властной команде, они не взвешены и никто не представляет, какой будет шанс рассчитывать на то, что удастся договориться, потому что мы нормальные мужики, мне кажется, ну очень недальновидно. И да, здесь в России, естественно, как обычно, все, что касается Украины, обгадили. В том числе, это касается и телемарафона. Мол, он был малосодержательный, а некоторые вообще назвали это информационным фастфудом и тратой времени. Уже же сейчас россияне делают акцент исключительно на вопросах войны и мира. И как тут говорят, Владимир Александрович обязан был, ну как вы понимаете, Украина вся обязана России уделить внимание в ходе вот этого марафона не просто каким-то абстрактным темам, а непосредственно разделению на линии соприкосновения. Я говорю о Петровском и Золотом. И кроме этого, этот вопрос поднял лично потенциальный визави на переговорах Владимир Путин. Вот Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах на Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы без всяких сомнений будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. На самом деле, это очень важные слова. По сути, по крайней мере, я так воспринимаю, Путин говорит Зеленскому, ты все, мы в тебе разочаровались по той причине, что ты только на слова хочешь мира. А мир в понятии Российской Федерации, это да, та самая капитуляция, которую не допустить требуют и ветераны, и многие активисты, ну и вообще общество не согласно с тем, что Украина должна просто взять и выполнить все российские хотелки. Что он говорит? Нужно поддерживать не Зеленского, а политику, которая ведет к миру. Другими словами, это Виктор Медведчук и компания. И эти товарищи будут играть в долгую. Они хотят, чтобы на следующих очередных или неочередных выборах вот эта политическая сила ПЗЖ получила большинство или близко к этому. Ну, а Зеленского, по сути, начинают мочить. И старт вот этого откровенного Мочилова дал лично президент России. Кстати, вот эти слова его, это реакция на призыв Лукашенко, про которого я делал прекрасное видео перед этим, о том, что нужно Зеленского поддержать, потому что если его снесут, то придут, ну, кто там. Националисты, нацисты, ну, намеки в этом направлении. Ну, в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать их собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу. Команда Зеленского, по сути, попала в капкан, который сама себе поставила еще во время избирательной кампании. Потому что что там нам обещали и обещают сейчас мира, но это, конечно, делать можно. Но когда от тебя это вообще не зависит, то и выполнить ты это не можешь. Если в части, там, борьбы с коррупцией, какими-то нашими внутренними делами у слуг народа полный карт-бланш, то тут, извините, вы упираетесь в прямом смысле этого слова в стволы российских автоматов. Что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Еще раз, никак не может обеспечить. То есть, слабый, то есть, тряпка. То есть, какой смысл с ним говорить? По сути, эти слова, ну, более чем жесткие. Можно было бы найти какие-то другие формы, если бы они хотели в будущем искать точки соприкосновений. Но они не хотят. Это главное, что нужно понимать. А по поводу разведения сил. Можно как угодно относиться к договоренностям, но никто не может и не имеет права заставлять Украину делать шаги, которые не соответствуют ее интересам. И главное, здесь почему-то все неожиданно забыли, что украинской армии на территории России нет, а российская есть. И сейчас они что, пытаются посеять комплекс вины внутри Украины? Мол, мы чего-то не выполняем? Я так понимаю? Ну, нет. Тут надо рассматривать ситуацию в комплексе. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили, если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных республик ЛНР, ДНР дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы. Ракеты пускали, там белую ракету, сигнал отвода белой ракеты. Насчет белой ракеты переживать не стоит. Еще привезут новых белых ракет из Российской Федерации разного калибра. Тут без проблем. Но, по сути, Владимир Владимирович пытается убедить Зеленского, что он должен встать фактически на другую сторону от украинских. Да, здесь их называют националистами, называют их патриотами, добровольцами, людьми. Собственно, благодаря за счет которых вот этот кремлевский план Новороссия в свое время не был исполнен. Потому что вот эти ребята хотели намного шире. А теперь что получается? Президент Украины должен их осуждать? Я так понимаю? Нет. Я думаю, что президенту Украины нужно работать с ветеранскими организациями, с политическими силами. И найти компромиссное и общее решение. А то как-то мы сначала подписываем формулу Штанмайера, которая предполагает политические уступки Украины. А потом сразу отводим войска. В данном случае нужно посмотреть, как в конечном итоге к какой политике пришла предыдущая администрация. Они сначала говорили, сначала вопросы безопасности, а потом политические переговоры. Да, эти российские захватчики убили украинского военнослужащего. А теперь их верховный главнокомандующий упрекает нас в том, что Украина медленно отводит войска вглубь своей страны. Потому что можно сколько угодно говорить про эти аббревиатуры из трех букв. Но по сути, они полностью выполняют приказы Владимира Путина. Кстати, Владимир Владимирович, как вы слышали, до сих пор хочет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Ему мало изуроданного Донбасса. Владимир Владимирович, мы со своими вооруженными силами сами разберемся. Но в данном случае, я думаю, что Путину нужно вспомнить тот период, когда российская армия по какому-то непонятному стечению обстоятельств уходила в отпуск и отправлялась воевать на Донбасс. Как раз за вот эти территории, которые сейчас в Кремле так ласково называют аббревиатурами из трех букв. Это у нас хотят сказать, что приказы не выполняются вооруженными силами. Но, по-моему, тут ситуация не совсем однозначна. Но, как бы там ни было, все идет к тому, что никаких переговоров в нормандской четверке или в каком-то другом формате не будет. Или этот процесс растянется на долгие-долгие годы. Как я вам говорил, когда-то, буквально на прошлой или позапрошлой неделе, был видос, будет ли Путин бегать от Зеленского. Этот забег уже начался. И это тоже будет марафон. Должно было состояться разведение, повторное разведение в Петровском и Золотом. Никаких семидневных ультиматумов никто никому не выдвигал. Но, когда пару раз это разведение, вот опять не смогло состояться, несколько дней назад, появились вот эти вот новые условия, которых мы не слышали раньше. Но вижу только в этом одну причину. Кто-то не хочет или не может выполнять то, о чем договорились. Еще раз. Зеленский слабый президент. Не может, не хочет. Но наши российские товарищи неплохо устроились. Прячутся за оккупационной администрацией на Донбассе. Когда им задаешь вопрос, а вы можете гарантировать отведение войск? Они говорят, нет, нас же там нету. Мы, ну да, мы влияем немножечко там, совсем чуть-чуть, на полшишечки. Но от нас ничего не зависит. Никаких обязательств мы на себя брать не будем. Ну, подумай, что люди там ходят в военной форме российской армии. И, очевидно, пользуются российским оружием. Но вы же знаете, это можно купить в любом военторге. И разница между, можно купить в любом военторге, и это российская армия, или созданная Россией армия из коллаборантов, но только в одном, в публичной позиции главы российского государства. И когда сейчас нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, знаете, это попытка с очень негодными средствами. Потому что у меня создается впечатление, что и подписание формулы Штайнмайера с какими-то непонятными оговорками в каких-то очень странных, замысловатых форматах. И вот то, что происходит сейчас с разведением, неразведением силосредств Петровском и Золотом, все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита. А наши российские партнеры, повторюсь, хотят, чтобы на этом саммите Зеленский приехал и подписал, по сути, документ, который не будет называться капитуляцией, но будет близкий к этому. Вот заместитель Лаврова, он уже прямо сказал, что мы хотим, чтобы был подписан итоговый документ или декларация. В том числе стояла там подпись Зеленского, такой обязующий момент. Чего они хотят? Они хотят всего того же, чего они хотели от президента Украины, пятого президента Украины Порошенко. Начало так называемого бесконечного и бессмысленного прямого диалога с оккупационными администрациями. И, конечно, как только это произойдет, снятие санкций с Российской Федерации. И при этом, как вы понимаете, никто не собирается декупировать Донбасс. Кстати, об этом они и говорят абсолютно открыто. А если уж, так сказать, поделиться и другими моими подозрениями, есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. То есть вот эти парни считают, что руководство Украины должно четко следовать их желаниям и выполнять все их хотелки. Я тут недавно прочитал, что ФРГ, то есть Западная Германия после окончания Второй мировой войны, как мы понимаем, это 45-й год, первые выборы прошли через 4 года после окончания войны, то есть в 49-м. А нам, в том числе наши немецкие партнеры, предлагают провести выборы до декупации территории. И тот в Украине, кто согласится на такой вариант, является никим иным или предателем, или просто идиотом. И да, уважения у меня нет ни к первой категории, ни ко второй, потому что сначала должен быть установлен украинский порядок на территории, если мы рассматриваем эту часть планеты, как, собственно говоря, и принято в международных документах частью Украины, потом выборы, потому что если сейчас вы проведете выборы на территории, где продолжаются боевые действия, и нет ни украинского телевидения, ни украинских партий и так далее, и так далее, то результат очевиден. Еще раз говорю, что я, например, не являюсь сторонником партии «Слуга народа», но мне бы очень хотелось, чтобы эта политическая сила могла принять участие в выборах на Донбассе. На сегодняшний день эти ребята это исключают. А чтобы побыстрее закончить, так сказать, войну, они сделают все, чтобы ОБСЕ признало эти выборы, ну, так сказать, с допущениями. И дальше, дальше Приднестровье. И, кстати, не зря наш президент сказал, что, по сути, это уже произошло. Но почему мы должны идти на шаги, которые приведут к тому, что снимут санкции с Раши? Хотят они вести такую политику, так пусть платят за нее. Я считаю, что это будет просто ударом по репутации нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить. То есть, изначально Украину ставят в позицию, что никаких новых инициатив на встрече нормандской четверки на уровне глав государств быть не может. И возникает вопрос, особенно к офису президента Украины. Вы уверены, что вы все правильно делаете, когда сломя голову, ломитесь в эту нормандскую четверку в Париж? Вам разве есть что туда привести? Особенно в ситуации, когда позиция Кремля по украинскому вопросу не шагу назад. Они здесь чуть ли не Сталинград второй рассматривают. И если нет декупации, значит, и не предвидится декупации, значит, спешить не надо. Вот, кстати, в Кремле, в офисе Суркова тоже отреагировали на слова Зеленского в части того, что может быть поднять вопрос Крыма в нормандском формате. Что тут господин Чесноков пишет? А, это приведет к немедленному прекращению переговоров и разрушению формата. Возникает, опять же, закономерное пытание, а надо ли оно нам? И команде Зеленского стоит прекратить постоянно повторять, что я хочу мира, а еще время от времени возвращаться к вопросу оснащения вооруженных сил Украины. Потому что наши российские друзья, они тут соревнуются с Соединенными Штатами, у них ракеты средней и малой дальности в голове, размещение оружия в космосе и так далее, и так далее. И это наш сосед. Еще раз, вы уверены, что Украина может договориться с этой страной независимо от фамилии президента? На этом все. Читайте Униан, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао! Есть определенные заделы американской стороны, это касается многоразовых космических аппаратов, шаттлов. Они дают определенные возможности и преимущества, в том числе в военной сфере, если милитаризировать космос. Во-первых, все это будет нивелировано, и Россия достаточно быстро приобретет такие компетенции. Просто сам факт размещения каких-то боевых комплексов в космическом углозерном пространстве чрезвычайно, еще хуже, чем ракеты средней дальности в Европе, еще больше, ухудшит ситуацию в сфере безопасности в мире. Ведь дело может дойти до того, что там над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы в конце концов. Подлетное время до соответствующих объектов поражения составит 5-7-8 минут.